Всем привет, это подкаст Europe Design, сегодня 16 февраля, понедельник, выпуск номер 25. 25? Да, по-моему. Да, ну так громкие темы у нас сегодня такие. HTML 6. Или HTML Next, лучше сказать. Да, Mozilla представила свою альтернативу Flash Video, назвала её Шамуэл. И исполнился год Slack. Да, согласен. Погнали. Погнали. С Slack'ом мы пользуемся в повседневной жизни, в работе, и вообще это всё круто. Но не будем забывать про то, что наш сегодняшний подкаст вновь подготовлен при поддержке Smart Tape. Только с 7 по 28 февраля при заказе безлимитного хостинга от Smart Tape цена делится пополам. Зарегистрируйся по ссылке в описании к видео. В личном кабинете, в разделе товара и услуги, в подразделе безлимитный хостинг. Нажми на кнопку заказать в поле промокод в виде код на описание, который мы тоже там укажем. И укажи период оплаты. Цена на первые 6 месяцев будет в 2 раза меньше стандартной. Надо подчеркнуть, что первые только 6 месяцев. Ну, первые полгода будет в 2 раза дешевле. Если вы оплачиваете на полгода, у вас просто в 2 раза дешевле это всё. Обязательно попробуйте. Очень хороший хостинг. Недорогой и на самом деле безлимитный. То есть у вас ни по трафику, ни по чему ограничивать не будут. Ребята работают молодцы. Поэтому обязательно попробуйте. Ребята работают хостинг в порядке. Да, мы как раз на нём тоже работаем. И всё у нас хорошо. Ну, давай. Начнём с первой темы. HTML 6. Ideas. О HTML.next. Ну, вот нам, в принципе, как мы знаем, HTML 5 стандарт уже рекомендовала V3C к тому, чтобы к концу 2014 года везде работало. Ну, и, естественно, во всех новых решениях, в последних актуальных версиях браузера, всё, в принципе, неплохо. Ну, кроме, например, какой-нибудь Opera Mini. Но я не знаю, её поддерживают реально или нет. То есть, если она обновляется, это ещё не значит, что её поддерживают. Вот так я бы это сказал. Да это просто страшно в Opera Mini. Давай её... Я думаю, там вообще, там какие... Ну, и тем не менее, её почему-то всегда как бы расценивают. Я вот читаю какие-нибудь статьи, типа, знаешь, а какая там поддержка браузеров там у SVG таких-то анимаций? Ну, всё хорошо, так вот в Opera Mini не очень. Нахрена её вообще рассматривают? Ну, вот... А чё не Vivaldi? Чё там не Maxon? Maxon? Ну, там, видимо, всё более или менее стандартизировано из-за того, что она с Chromium оформлена. А вот Opera Mini, видимо, реально у них какой-то самописный движок, поэтому вот HTML5 Pitchy там половина не работает. Так же, как в дефолтном браузере Android. Насколько я понимаю, он вообще отвратительный. Ага, ты имеешь в виду... То есть, тут именно, что движок из-за того, что вообще абсолютно другой, поэтому его надо учитывать, как минимум. Его надо учитывать, я думаю, они все его учитывают по количеству людей, которые к ним заходят. То есть, вот, например, Opera Mini ещё славят за то, что у некоторых операторов она вообще бесплатна. По-моему, даже BeLine предлагает Opera Mini. Весь трафик, который через неё идёт, он бесплатный. Да? Да. Так я пошёл устанавливать. Мы ещё, когда в университете учились, я это помню, знал. Чё значит трафик? У меня BeLine. Ну, ага, ты имеешь в виду... В смысле вообще? То есть, он мало того, что в наших безлимитных тарифах не тарифицируется, а если у тебя не оплачено, то, ну, там же по дефолту это тоже... У тебя пакет услуг есть, это типа... Гигабайт? Интернет, да, 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 да. И там цена, типа, знаешь, сколько-то там рублей за мегабайт. Ну, это свидосные цены совершенно. И вот, если ты через Opera Mini серфишь всё, она же там всё компрессирует через сервера Opera, Opera Turbo, бла-бла-бла. Это, кстати, не реклама Opera, это антиреклама, я бы даже сказал. Ну вот, вернёмся к HTML6 или HTML Next, как его здесь называют, и, насколько я понимаю, его... Да, здесь написано, что HTML Next это рабочее название внутри V3C консорциума. Они предлагают несколько новых элементов. Например, вот элемент декомпресс, в который мы по ссылочке закидываем архив, и мы можем вывести листинг ссылок, ну, то есть того, что в архиве находится. Например, для телефончиков, чтобы весь архив не кинуть, вот, допустим, есть у тебя 20 мегабайт архив с какими-нибудь картиночками, ну, допустим, это PSD-файл, в котором есть, ну, набор кистей, хоть чего угодно. И там есть папочка JPG, в которой просто сэмпл, он говорит, что будет. И вот с телефона это смотришь, и тебе нужно весь зипник вытянуть, его распаковать каким-нибудь iZip, да, допустим. И только потом ты один JPG-файл посмотришь, увидишь, что там говно, и поймёшь, что ты 20 мегабайт зря ждал там PSD-шечку. И это хорошо, если 20, а не 120. Вот здесь можно внутряночку зипника посмотреть, и только вот именно тот JPG-файл, который тебя интересует, посмотреть и не тянуть весь архив. То есть ты имеешь в виду, это не только JPG, то есть, а если там тиксы какие-то? Ну, конечно, конечно. Я просто как самый банальный пример из нашей жизни. Ну да, это удобно будет, я согласен, это надо такое, да. Да, вот дальше, например, location. Ну, хотя вот семантик to describe titles and authors. Короче говоря, семантика, в которой эти авторы и тайтлы можно прям в тексте помечать, что это там тайтл. На самом деле есть разметка schema.org, которая тоже там про книги и так далее. Но здесь, видимо, это всё дешевле. Видишь, здесь псевдоразметка, должна быть квадратные скобочки, там то-то-то. Я не знаю, это, по-моему, бред. Ну, то есть, это для любителей семантики, которые там, чтобы обязательно у вас артиклы. Внутри каждого артикла ещё один h1, и это, естественно, не будет никак влиять на то, что у вас в заголовке h1. На самом деле, это нихрена не работает. Вот этот document outline, который html5, он ни в каких браузерах всё ещё не поддерживается, и вряд ли будет, потому что поисковые системы, поисковые роботы, их долго делают, и они все поддерживают стандартный html4 outline, в котором только один h1 заголовок должен быть на странице и так далее. В общем, вся семантика, которую любят любители, любят любители, простите за тавтологию html5, она не работает на деле, поэтому это тоже не будет. Так ты представляешь, сколько сайтов всего процентов будет это использовать? Вот ты просто представь себе. Ну, ребятам из V3C же надо как-то работать. Я не знаю, они там за зарплату сидят или на каких-то других основах, но даже если на каких-то других, им надо как-то своё существование оправдывать. Вот они придумывают всякую хренотень, которая, ну, возможно, не будет никакой использовать. Location tag для того, чтобы как time определять место. То есть там, ну, видишь, latitude, longitude, где находится, что кого, и... Координаты, да? Да, чтобы, допустим, если у тебя есть такой на странице, то у тебя в Google этих поисковых сразу там карта появится, rich snippet или что-то подобное. Даже так? Ну, нет, я просто фантазирую. А. Я не фантазёр. Ну, вообще-то это сильно для поисковиков, опять же, я так думаю, да? Ну, да, да. А чё ещё? О чём ещё все эти... Ну, да. Это же, в конце концов, это всё равно семантические элементы, потому что они нам... Текст превращают в что-то более понятное для машины. Угу. Ну, и для программиста. Хотя... Не важно. Элементы тизер для того, чтобы вот небольшие кусочки... Знаешь, как вот в WordPress можно не the content, а the excerpt выводить, именно небольшой кусочек, там, ссылка и так далее. Угу. Вот... Их хотят, чтобы оборачивали в тизер, да? Не... А вот если у тебя в артикле не контент там потом будет, вот если, грубо говоря, у тебя листинг постов, то ты не артиклами должен выводить заголовочек мета-информации и маленький кусок контента, а ты должен-то в тизер оборачивать. Ну, посмотри здесь, видишь? Я вижу, вижу, да. И вот у тебя несколько тизеров вместо артиклов. Ну, это просто уже надуманная бредятина, я не представляю, но вот... Ну... У них даже, вон, видишь, пять плюсов есть преимущества, ты вот можешь зачитать. Это уже, это искусство уже какое-то, если ты так пишешь. Ты имеешь в виду описание общих часто используемых структур в HTML, например. Ну вот, ну... Ну что? Не требуется задействовать механизм нумерации списка. Да. It's not necessary to participate in the mechanism of list numbering. Ну... Понятно. Это все уже просто, я не знаю. Works well in HTML5 blocks. Ну, вообще, это интересно хорошо, что они пытаются выводить новый элемент. Вот такие. В какой-то момент скринридеры, да, которые для инвалидов и просто, которые автоматически... Ну... Распознают. Да. Ну, как вариант и поисковые системы. Если они будут понимать, что они сейчас не на сингле, а у них здесь список тизеров, может быть, как-то они к ним будут меньше, менее весомо относиться. Так это сколько такого придумать-то можно? Придумать можно бесконечно, а вот когда это имплементируют все, когда это реально будет работать, ну вот здесь это все... Гадает. Это смешно. Вот форм. Автоматическое написание с заглавных букв. Да? Вот capital letters. Угу. Нахрена. Ну как, это тебе будет удобно. Ты будешь вводить в поле, где фамилия. Ну, критерная карточка, да. Там должно быть у тебя именно cardholder name с заглавных букв. Но я уже привык капслок жать для этих дел. Ну, реально. Ну... Для тупых. В общем, вот адаптивное изображение, ладно, окей. Adaptive streaming тоже, ну, хорошо. Это круто. То есть, если... Контент... Короче, если ты с телефона, то ты смотришь чуть-чуть другое. Вон, видишь, здесь самый нижний пункт. Additional Media Item for Properties Indicators QoS. QoS это со скоростью связанная хрень. В роутере такое, например, есть. Если нужно больше скорости для какого-то потока, она выделяется и с других потоков убирается. Так. В общем, это для вот узких каналов и так далее, чтобы там, допустим... Что-то быстрее подгружать. Хотя мультистримов сейчас даже и нету как таковых. То есть, какой-то уменьшать, какой-то увеличивать... Ну... Подожди, адаптивные изображения. Чё они нам хотят сказать? Да всё, чему уже говорят. Это... Что какой-нибудь реальный элемент, ну, как вот пикчер, да, допустим, и чтобы был апплоадер нативный в каждый кусочек пикчера, что вот я пять картиночек тебе закину, и ты придумал, что это на самом деле одна картиночка, которую надо в разных разрешениях показывать, чтобы это всё автоматизировано было. Ну да, у нас же было с тобой уже практически такое обсуждение, что это дизайнер должен решить, где какие картиночки. Да, да, да. То есть это... Ну... Статья достаточно идеалистическая. Это утопия, когда всё это будет. Аудио-баланс. Давай. Понял, да? То есть... Вот для аудиоэлемента нативного HTML, если ты посмотрел, там как бы вообще есть play, есть громкость, и есть, по-моему, увеличить скорость. Да-да-да-да-да. Или перемотка. Что-то типа такого. И добавить баланс этих левого-правого наушника для стереотреков. И чё это? Ну, во-первых, опять же, для инвалидов. Допустим. У кого, кто менее слышит там темы. Во-вторых, у тех, у кого наушники сломаны, и всё в правую сторону переделал, и у тебя не будет такого, что ты половину инструментов слышишь, половину не слышишь. Но если реально стереотрек, у тебя одна гитара в левую, колокольчики в правом. Да. Чтобы ты всё в правом случае у тебя наушники сломаны. Вот это хотят сделать, ну, утопия. Лучше бы существующие вещи все работали. Дайте производителям браузера комплементировать реально важные вещи, прежде чем придумывать новую хрень. Не дай бог на неё переключатся, начнут аудиобаланс делать, а SVG так и не допилишь, чтобы везде нормально работали. Ты хочешь, то есть, выйти с транспарантом с зачеркнутым HTML6? Я, да, одиночный пикет на площадь устрою. Нет, HTML Next 6. На какой площади, мне просто интересно? На красной, или на болотной сразу, или на манежной. Какие сейчас модные площади, я не в курсе. Но вот на какой-нибудь из таких, да. Так. Что там дальше у нас? Full screen mode and screenshots. Чтобы было нативное API, дай скриншоты делать. Ну, допустим. Это тоже такое, знаешь. Я вот на OS X привык уже, как бы, ну, какой-то hot cage делать, там, вот, Command Shift 3, это всё за скриншотить, Command Shift 4, выбрать какое окно. Но здесь, видишь, от скриншотить конкретный кусок страницы по дом-элементу. То есть, Article 11 скриншотить, вот такое. Ну. Прикольно, но опять же, ну, это, это с видоса. Как это делать-то будет вообще? Да я это, я не знаю. Ладно, мы очень долго как-то на этой теме задерживаемся, давай чуть-чуть побыстрее, но вот элемент Editor, Text Area, What I see is what you get, type. Ага. Чтобы, ну, сейчас, например, Wordpress редактор, это TinyMCE, да, это библиотека, которая вообще с этим работает. Может, в HTML нативной такая была. То есть, я мог писать со всеми вот этими штучками, жирный там. Ну, да, да, хотя бы какие-то базовые. Ну, если мы сейчас вспомним, допустим, даже нативные HTML видео, там же контролы-то минимальные, опять же, перемотка, громкость, play, ну да, вот типа такого тоже, хотя бы жирная цитатка, при этом списочке. Размер шрифта? Ну, типа такого, хотя вот здесь размер шрифта не указан. Видишь, а хотя фичерс... Не, не, здесь нет размера шрифта. Ну, это уже, видимо, сильное колдунство. Хотя бы, хотя бы HTML элементы вкидывать, типа там списки, ссылки и так далее. Ну, прикольно. Если будет, то будет. Ну, вот прикольно, это правильно. Новые какие-то добавления к Экмоскрипту, динамические подклассы дом элементов, чтобы не просто ивенты слушать конкретных элементов, фон клик там и так далее, чтобы у всех они были по дефолту, можно было на них вешать. Ну, так, примерно так же слева. Но, я здесь... А, тут еще чей. Одно из одного, чтобы ты в одном, в одном, как это сказать, statement'е это все указывал. Document.behaviors для такого вот этого, и все прописал сразу, чтобы не по очереди add a day event handler, а вот так. Ну, господи, уже все библиотеками пользуются, где это как бы, ну... Хотя сейчас даже наоборот, сейчас же у нас мода plain JavaScript'ом пользуется, ну и ангулярами, естественно. Include URL, шаблонизаторы HTML'и. Ну, ладно. Это вот я не понял, это что? Несколько HTML'ек в одну собирать, грубо говоря, по ссылке. А, понял, понял. То есть, как вот видите, CSS мы можем партировать, вот так и HTML видимо. Окей. Также, for many programmers who are used to write in C++ PHP, etc. I did not quite to have a certain possibility. Ну, как это, possibility в PHP нет? Там как раз, ты как хочешь, так модульно и раскидывай, require lancen подключай. Ну, понятно. JavaScript namespace классы, но понятно. Это ECMAScript 6 у нас классы привнесет, не знаю, как круто или не круто. Но да. И syntax highlighting for items code. Ну, это вообще, это космос. Если бы таким заниматься, если будет V3C группа, то это все у нас хорошо в вебе. Так и так. Хорошо. Что ты думаешь? Судя по всему, потому что нам awesome Tesla themes здесь еще рекламируют на script tutorials.com. Ну, короче говоря, это, конечно, все круто, но для этого надо еще какой-нибудь завод весь сократить и всех этих людей заставить это делать, потому что тут работа до хрена, причем, чтобы во всех браузерах примерно одинаково было. Самое главное, чтобы они, да, чтобы они пришли к каждому создателю браузера и сказали, ты давай поддерживай. Ну, это уже рэкет и вооруженная преступность надо привлекать, потому что вооруженная, организованная. Да, да, да. Вооруженная, она как следствие будет. Ладно. Переходим к следующей теме, там не такой кисель, чуть-чуть поинтереснее. Там вообще весело. А знаешь, с чем мы начнем? Вот кто нас слушает, не увидит, а кто нас видит, видит, что у тебя интерфейс какой-то весь серый стал, весь какой-то, я имею в виду, на маке у тебя. На операционной системе? На операционной системе на твоей. Да, стал. И что, это ты сделал такое? Вот я, мы с тобой шли, да, в выходной и разговаривали о том, что с какого-то момента ОСТН жутко тормозить стало. Именно во всех делах, которые касаются мишн-контролла, типа вот таких вот подниманий, там, центра уведомления и так далее. То есть жесты двумя пальцами жесты? Короче, все, что касается мишн-контролла, ланчпада, вот это все жутко тормозит, просто жить невозможно. И мы с тобой еще вспоминали, когда на Лайне это представили, это все, типа, нормально работало, потом на Маунтин Лайне хуже стало работать, на U7-ке вообще полное говно. Я сначала ссылался на то, что это, типа, старый ноутбук, потом на новом ноутбуке все точно так же хреново стало. Что, как там, Стив, как там, вернись или как там? Ну да, 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 Тим Кук должен уйти. Да. В общем, суть в том, что у них по какой-то причине, я имею в виду у Apple, с прозрачностью беда, я так понимаю, на дискретной видеокарте работает более-менее неплохо, но у меня здесь встроенный Intel Iris, там, 5 тысяч до хрена что-то там, с двумя гигами, между прочим, типа памяти, видеопамяти, но вот так хреново все работает, поэтому мне пришлось зайти в Accessibility, это вот этот универсальный доступ, и увеличить контрастность, чтобы прям я, это опять же для инвалидов, для полуслепых, которые вот, им надо, чтобы рамочками все подчеркивать, цвета такие темно-синие, не такие легкие-голубые, как были, а прям вот, чтобы вот... Подожди, а рамки же уже были, просто они стали сильно ярче, рамок, по-моему, не было, они такие саттл были, знаешь, такие приглушенные, еле-еле переходом, градиентиком, ну, в общем, ты понимаешь. По моде. Вот, и потом, вот, и теперь очень быстро все работает. А, кстати, к чему-то это? Да, я думаю... Да, да, проблема исправилась, и, на самом деле, почему вообще, я вот шел, и ты мне такой говоришь, типа, а что ты, ну, посмотри, может, кто-то уже как-то это... Я вот загуглил, и реально там, на MacRumors, или где-то даже на официальных discussions.apple.com форумах, я нашел это решение, и да. Хотя, вот, ну, обещают в каких-то бетах поправить, но точно так же, как полгода уже обещают поправить то, что Wi-Fi отваливается. И вот, ну, за две комнаты от роутера ухожу, все, Wi-Fi ноль. Хотя, на соседнем телефоне, в другой руке у меня телефон, там все работает. То есть, это не роутер, не то, что у меня там стены какие-нибудь железобетонные, хотя они у меня железобетонные. Ты не в бункере? Да, нет. А именно поэтому, что на MacRumors, на E7, такой баг, и вот его тоже уже полгода не могут починить, уже все пишут, там, репорты, что там, бла-бла-бла, сделайте. Не могут сделать. Вот так же и с этим. Все стало тормозить, вернуть не могут. Видимо, сильно на костыли где-то ходят, и все плохо. Так самое главное, что у тебя теперь батарея меньше разрушается. Как следствие, оно, вот, я здесь вывел себе в доке мониторинг системы программы и сделал, чтобы у нее на иконочке показывалась загрузка процесса, она упала при вот этом всем. Если вот так можно было вешать процесс, вот смотри, Вишан, он тоже есть, сейчас я уберу, он сразу пропадет. Ё-моё. А до этого она была точно так же, только все еще тормозилось. Короче говоря, оно как-то более оптилизировано работает, и он теперь от заряда живет, я не знаю, 8-9 часов, прям вот как заявлено. Ну вот, раз мы начали говорить про заряд, мы-то говорим о новом Mozilla, хотя я не знаю, насколько он новый. Февраль 13-го года, то есть очень новый, да, Mozilla Shumway, который придет на замену флеш-плееру, который сильно, флешу именно, точнее, который сильно разряжал батареи, и вообще, если честно, тормозило все с ним. То есть, если ты заходишь на страницу, на которой много флеша, то... Примерно, как сейчас, когда ты захочешь на связи, где много JavaScript. Ну, это да, причем, причем, много JavaScript, допустим, как на CodePen, да? Ну, на главный CodePen. Да. Там, да, там тормозит, я согласен. Просто видишь, в чем суть? Вот этот Shumway, это же тоже JavaScript, просто он переделает ActionScript. Естественно, да, то есть, Flash, он использует ActionScript для скриптинга, здесь JavaScript и на кинжные видео. HTML5, да. То есть, они пытаются заменить вообще полностью всю эту технологию Flash, или уже заменили, я не знаю, как это можно... Заменили, вот у тебя вот так Shumway в правом уголке появляется, на тех сайтах, которые... Но не на тех, пока только на Amazon. Нет, я тут думаю, что уже что-то и больше, чем Amazon. Он уже на Hacker News пишет, что практически... Так, Shumway in a way to start relevant as Flash fades... А, это здесь они вообще рассуждают, что Flash и так уходит. Поздновато напомнились, типа. Но всегда будет куча такого legacy контента, который будет на Flash, и вот Shumway, когда его доработают, будет круто работать. Работает пока на Windows и OS X, на Linux не работает и на XP, потому что... Так самое... Самое главное на Nightly Build только еще работает. То есть не то, что сейчас все Mozilla обрадовались, все, которые на Firefox. Нет, только на Nightly Build пока. Да, но тут написано, что в основном даже Nightly юзеры увидят пока только на Амазоне. В общем, работают. Подожди, я что хотел... А самому-то сайту что надо для этого делать? Ничего. Это... Они просто сейчас на Амазоне тестят, видимо, потому что у них это боль. Директор Mozilla не может... Ну, не получается нормально смотреть, приходится с Chrome заходить, где Flash Player стоит, а он хочет на Mozilla. Я думаю, даже нет. А то, что чуваки с Safari заходят с неустановленным Flash, они не могут купить ничего. и причем здесь тогда Mozilla и Amazon, если они с Safari заходят. А, ну да. Они же у себя в браузере это делают, а не на Амазоне. Ну да, да. Ну, и тут написано, типа, возможно, это маленький шажочек, что, типа, просто пока Shumway обретает это. А, возможно, это всего лишь первый шаг к тому, что Shumway выделят из браузера и сделают как реплейсмент для всего Flash видео на вебе. Ну, если так, то это большое будущее, на самом деле, всего проекта. Ну, да, для тех, кто в фолбеке не хочет прикладывать, что, ну, на самом деле, в основном-то это же ответственность сайтов, да, с этим разобраться, чтобы у тебя на iPad'ике работало все более или менее. Поэтому... Чтобы просто у тебя не было Flash'а на сайте. Да, да, да. Кто хочет зарабатывать денег, я не беру онлайн казино, они тоже хотят, но они с Flash'ем это успешно делают. Тот уже давно поправил это все, чтобы можно было как-то по-человечески жить. И самое главное, вы спросите, почему у адреса в строке Альф? А потому, что Шамуэй это Гордон Шамуэй, которого играет... То есть, зовут Альф, точнее, наоборот, это его кличка Альф, получается, да, зовут его. И мы придумали такое прозвище, у него фамилия Шамуэй по сюжету была. Здесь вот он даже плюш. В телесериале. Американском. Или сериас. Вот так вот мне на Mozilla.org показали, что типа... Ну, сухач, тут-то точно нет флешплеера. Вот Крис Петерсон, видимо, это директор Mozilla или какой-то директор этого направления, пишет письмо, что типа вот в Firefox Nightly теперь есть, вот зайдите, вот типа ссылочка на Амазоне и ревью. Так. Типа, посмотрите, работает. Я не понимаю, они-то это сейчас вообще как? Как громкое заявление говорит? Или как просто мы сделали? Пока еще не громкое, потому что еще видишь, не везде, только на Амазоне, только в Nightly Билде, громкое нечем. Я имею в виду, может, они ручки потирают, что вот мыто, а мыто. вот видишь, как потеряли. Нас не видят сейчас те, кто в аудио слушают, но здесь страница белая, просто заголовок, ну, короче говоря, вообще без CSS-а, заголовок и письмо, все. HTML 6, короче, скоро будет. Да, настоящее. Ну, здесь вот, даже more information здесь, но здесь это все еще... Тут-то тоже хорошо. Это на Mailman от Mozilla, там переписывается между собой, мы можем это только смотреть и все, поэтому... Ёма. Ну, чё, к нашей любимой теме, тогда надо переходить, раз мы про Mozilla и Шаму и сказали все. К нашему любимому блоку тем, я бы даже сказал. Да, да, да. Это сегодня в нем только одна тема, но тем не менее, она на две разделяется. Она интересная. Про WordPress поговорим, про новости мира в WordPress, что за неделю произошло. Произошло главное, GitHub Updater обновился до версии 4.1. Ё-моё. Подожди, надо сначала, что такое GitHub Updater? GitHub Updater это плагин, который позволяет устанавливать другие плагины не из директории WordPress.org, а с репозиториев в GitHub и Bitbucket и, что самое главное, автоматически он их оттуда обновляет. То есть, если вы пушнули новую версию плагина или темки на GitHub, у вас в админочке появилось типа одно обновление и GitHub Updater сам пушит вам, ну, точнее, после того, как вы жмёте обновить, он обновляет у вас на сервере уже темку. А, собственно, зачем это? Там же такое могут понаписать в GitHub, что... Ну да, естественно, здесь уже ответственность пользователя сайта. То есть, если ты устанавливаешь плагины сомнительные, то сомнительный результат у тебя и получится. Но если ты знаешь, что делаешь, и просто по каким-то причинам тебя не пускают в WordPress.org в директорию, если ты нарушаешь их официально какую-нибудь хрень, а у них её много может быть, типа там, я не знаю. Да плохо написал, ничего не написал там описание, мануал, всё вот это. Да, допустим. Допустим, такой вариант. Это самый лёгкий ещё. Ну, самый слой, вообще, как сам чувак говорит о том, что типа все эти репозитории, всё это типа говно. Вот у нас есть цикл разработки, мы коммитим на GitHub, всё. Нас это всё полностью устраивает, новая версия туда выкатывается, а потом, мы-то ведь в этом подкасте не рассказывали, а чтобы в репозиторию закинуть, там охренеть что надо использовать? В WordPress-овскую? Да, там надо какие-то что-то программы устанавливать, в RSS-ку им сначала отправлять, что-то обновилось, куда-то заливать новые файлы, я не пробовал, но это дохрена делов. Короче, это должен быть человек, который это занимается. Да, да, это big deal. Или у человека должен быть там день после релиза, чтобы он весь день просрал. Потом, конечно, это уже не день будет, но тем не менее, ну, это занимает какое-то время, поэтому вот такие штуки были придуманы, вы просто коммитите на GitHub, делаете мажорную версию, меняете, но не только мажорную, любую меняете, и здесь лаг есть небольшой. То есть GitHub-апдейтер, он, ну, допустим, вы выкатили релиз, и где-то через полдня он перевалился в отменке. То есть, не мгновенно это происходит, но тем не менее, это уже что-то. Но никто не сказал, что в самой WordPress-директории быстро. Там, может быть, тоже, когда чуваки закинули, и сколько пройдет, пока одобрят. Да, это само собой. Я даже думаю, что дольше получится. Ну, вот, в общем, да, как мы сказали, и с GitHub, и с Bitbucket работает, причем работает даже с приватными репозиториями. И прямой конкурент GitHub-апдейтер WP-пушер, плагин, он в бесплатной версии не работает с приватными репозиториями. Но он пушер, понимаешь? Ну, видимо, да, он толкает плагины. Короче говоря, GitHub-апдейтер круче. Так вот, к релизу 4.1. Теперь, теперь. То есть, до этого workflow выглядел так. Вы закинули, первый раз, когда вы устанавливаете плагин к себе на сайт, вы должны с GitHub-а скачать зипничек и зипничком закинуть, то есть, вручную upload, ну, ты понял, да? ADD new плагин, там сверху нажал upload, закинул зипник, все. После этого GitHub-апдейтер будет его обновлять. Так. То есть, закинуть нельзя было просто по ссылочку прикрепить и он тебе установит. Теперь можно. Вау. То есть, те, кто нас смотрит в видео, сейчас увидят, как мы это сделаем. Ну-ка. Я надеюсь, у меня в буфере обмена есть сейчас эта ссылка. Я надеюсь, другой ссылки у меня там нет. Здесь уже, как вы видите, установлен GitHub-апдейтер версии 4.1.0.1. Самый новый. Да, самый новый. Settings, GitHub-апдейтер появилась в странице. Здесь можно в настройках указать юзернейм, пароль от Bitbucket для того, чтобы с private репозиториями работать. Без private можно и так закидывать. То есть, вот install plugin. Кидаем сюда ссылочку, выбираем GitHub. Если у нас по умолчанию Branch Master можно ставить поле пустым, если у нас не частный репозиторий, здесь ничего не имеем, жмем install plugin. И у нас в течение каких-то там секунд плагин установился. Все. Renaming, rename successful, activate plugin. И все, у нас в плагинах появился наш Europe Design Color Skin плагин. Я не помню, мы в каком-то обзоре, да, я его делал? По-моему, да, вот это. кастомизируем админку WordPress. Вот там это было. Все, вот он 1.01 версии, там я цвета чуть-чуть подправил. И в users your profile у нас появилась вот эта цветовая схема Europe Design, я его тоже здесь применю. Все, то есть вот так легко это теперь делается, устанавливать плагины и темы с GitHub. То есть ну это вообще круто. Install theme install, простите, тоже только ссылочку кидаешь, жмешь install, все, устанавливают и так далее. Тогда подожди, как прилетать будет это все? Ладно, install plugin тебе прилетит новый. Так просто, он в updates появится и все, у тебя здесь будет гореть единичка, и там обычным интерфейсом WordPress ты здесь жмешь обновить, и он обновит. Это тоже за это отвечает GitHub Updater, но он это давно мог делать. Теперь он может по ссылке устанавливать. До этого обязательно зипник надо было закидывать. Ну чтобы уже без костылей, да? Так и тему он так же будет тебе показывать? Тему точно так же, да. То есть я просто давай, ладно, раз ты уже начал. Ты что, хочешь тему попробовать? Ну да, так, как же она называется-то? А, понял я. Свою, да? В описании чайл, да. Ну а какие, я не знаю, может быть где-то есть еще, но я понятия не имею. А как ты будешь без Genesis? А у меня здесь стоит Genesis. А, да, точно, это же Genesis. Поэтому нет никаких проблем. А Genesis это, кстати, фреймворк. Да, Genesis, я бы даже сказал, это отличный фреймворк для WordPress. Когда-нибудь мы будем про него видео снимать, когда дойдут руки. Вот Live Preview, Activate, сразу активируем. Здесь, видишь, the parent theme Genesis 2.1.2 уже установлен. Все, темка уже активирована. А сейчас как выглядит? Просто интересно. Лоха выглядит. Здесь от футера отступа нет. А во всем остальном прекрасно. Ну, круто. То есть, GitHub Updater 4.1 круто. Прям, вот, а VP Pusher, да, который прямой конкурент, повторюсь, он только в платной версии работает с приватными репозиториями, поэтому все переходим на GitHub Updater, кто VP Pusher пользовался. Теперь, в VP Pusher это просто давно уже была вот эта штука, чтобы посылку установить. А тут не было, поэтому у него были преимущества, теперь у него нет преимущества, я не знаю. Хотя, может, пишите в комментариях, если вы активный пользователь VP Pusher, но это смешно, конечно, да. Так, ну чё? Всё, переходим к следующей теме. Следующая. Slack. Исполнился год. Давай, Никита, расскажи, что это, как это, что это. Мы рассказывали про Slack, он у нас был в разделе про сайт, мы как бы типа про сайт говорили, но на самом деле это практически как сервис. Да, это именно чат, такая коммуникативная платформа, как её любят называть. И вот они отметили 12 февраля годовщину, то есть им год только лишь, они вот, они только лишь начали, да, своё существование. Проект создан вот Стюартом Баттельфильдом, Баттельфильдом, соучредителем Flickr, на самом деле. Мы, кстати, на Flickr не нашли рекламу Slack, поэтому ребята не сильно пиарятся. Хотя я ожидал, что прям будет как в Google Chrome. Установите наш новый хип-чат, пожалуйста. Установите наш новый чат. Вообще, Slack, его пиарит как-то именно вот разработческая комьюнити, то есть ты узнаёшь от разработчиков только о нём. Это, кстати, очень положительно, он говорит, это значит, что люди, которые пользуются, его советуют. Ну и вот говорят, что они стремительно сейчас растут очень сильно. То есть в новом году, в 2015, всего за 6 недель, за первые, выросло число пользователей на 35%. 35%. Ну вот год назад у них 5000 было пользователей, а сейчас... Сейчас 500 тысяч человек. Это... Да, да, сейчас вот, до 500 дошло. Ну то есть в 100 раз. Ну попробуй представить себе. Да я себе не могу представить. Тем более, что на самом деле это там ничего нового такого не сделали по сравнению, допустим, с Ирк-клиентами, ну вот, которые были давно-давно. Только кроме предпросмотров и кроме того, что это веб-сервис. Ну да, да. На самом деле, есть веб-сервисы для Ирк, но... И тут всё на одном сервере. То есть Ирк-сервер тебе надо было поднимать или там на Френоуде канал создать или как-то где-то ещё. А здесь это всё у них на сервере происходит. Ты создаёшь свою группу, так, и внутри неё уже делаешь каналы, то есть небольшой инстанс у тебя есть. Причём, если ты не хочешь каких-то очень разухабистых фич, то он бесплатный. Если тебе не надо хранить много-много-много. Да, да, много и много людей подключать. Я не помню... Но написано вообще 12 баксов в месяц, то есть если какие-то суперкомпании много хотят хранить, им вообще это не проблема. для Энтерпрайза, я думаю, эти цены, это смешно. Ну вот, да, написано, что такие большие компании, как Walmart, например, это магазин, сеть магазинов в Америке, да и не только в Америке, наверное, или в Америке, только Walmart. Я в Германии в 97-м Walmart, так что уже давно они экспандились. Да, используют Slack, Foursquare используют Slack, то есть, ну, вообще серьезные ребята. WordPress опять же. WordPress. Сама костяк, WordPress Working Group, если угодно, они используют Slack. Угу. Ну и вот, цитирую чувака, какого-то там партнера, я не знаю, Slack, он пишет, я близко сотрудничал, изучал, ну, вот эти сайт-эзэ-сервис компании. СААС компании. Да, да, около 7 лет на основании тех данных, которые я видел, могу сказать, что Slack самая быстрорастущая B2B компания. Понимаешь? Да, да, только они смогли за год таких достичь высот. Ну, может быть, какие-нибудь Facebook там, хотя я не знаю. Тогда, понимаешь, Slack в более благодатное время развивается, уже юзер-бейс потенциально очень большой, очень много людей, у которых есть устройство с доступом в интернет. Когда Facebook развивался, это немного не так было. и реклама уже по-другому сейчас действует, вообще более страшно. Я не знаю, насколько они форсили свою рекламу. Ну, да. Тут умалчивают. Они 12 миллионов в год заработали, может быть, из них 11 было потрачено на рекламу, то есть, они только в миллион окупились. Ну, и надо сказать, что у них есть приложение, вот, например, на телефоне, и оно достаточно хорошее. Надо, опять же, сказать, что приложение на телефоне работает через Web API. Короче, фактически, это у тебя веб-сервис все равно. Ну, практически у тебя страничка сохранена. Ну, да, типа того. Вот и OSTM, вот этот слэк, которым мы пользуемся, это на самом деле он в вебе работает, просто, я так понимаю, по HTTP. TCP. TCP. Ну, ну, то есть, нормально ребята работают. Сильно. Я должное отдаю, нам нравится. Особенно из-за того, что он предпросмотры вот эти делает. Да, это очень крутая фишка. Хотя, она в них во всех, но мы вот просто на слэке остановились, и так уж получилось. Угу. Ну, ну, надо к нашим тогда новостям. Интересно. Я не знаю, как подойти к этому. В общем, давай ты подойдешь. Да я думаю, без ложной скромности надо сказать, что у нас появился канал, еще один на ютубе. Сколько мы их создадим, еще я не знаю. Возможно, много. Ну вот, у нас появился еще один канал, называется UWD Games. Почему так называется? Ну, потому что UWD Design Games. Вау. Вот. Я сейчас зайду на него, чтобы те, кто нас смотрит в видео, могли как-то знать. Угу. И мы на нем всего лишь очень скромно выкладываем летсплей, то есть прохождение с комментариями на русском языке игр. мы играем в игры и комментируем это. Да. И там достаточно интересно. Причем, мы себя позиционируем как умные летсплеи, да? Потому что во время как бы того, как мы играем, мы про лор немного рассказываем. То есть, про сюжет, про то вообще, о чем это все. То есть, не то, что там, ага, бум, получи, стреляй, сундук, бери лут, там и так далее. Чуть-чуть поглубже это смотрим. У нас пока всего 22 подписчика, нас это печалит. Да, поэтому, что нужно нам сделать, другим людям точнее? Нам-то понятно. Мы просим других людей подписаться, скрыть из новостей, если вам это не интересно, но чтобы мы получили какое-то базовое количество людей, чтобы те, кому это реально интересно, могли зайти и увидеть, ну что, а, что ты, чуваков 20 подписчиков, что это говно, проходим мимо. А да, давай о наших сильных сторонах скажем. Кроме того, что мы уже сняли прохождение на игру Sherlock Holmes Crimes and Punishments, сейчас на шестые герои снимаем. Так, и будет еще... В марте будем снимать на GTA 5, когда она выйдет на PC, потом Ведьмака нового снимем, в общем-таки, что будет выходить, то и будем снимать, но не всякую блеводину, типа Dying Life и прочую попсу. А что-то такое, поинтереснее. И что у нас самое-то главное, Никита? Да, что у нас выгодно отличает от конкурентов? Это качество, самое лучшее качество от 1080p и 60fps. YouTube не позволяет снимать в 1440p и 60fps, поэтому те, кто купил себе по две видеокарты, которые могут везти, вывозить, они не смогут вас порадовать суперплавными роликами там, ну вообще суперплавными играми, поэтому 50fps только на 1080p мы на максималочках все смотрим, играем. Ну и звук у нас хороший, у нас на канале на YouTube Design есть обзор нашей новой звуковой карты, аудиоинтерфейса USB, если угодно. И вот через него звук вообще хороший получается, в общем, получается качественно, но нам нужна аудитория. Да я думаю, пусть подписываются, потому что что у них там в лентах Максим, Вева, вот такие, ну знаешь, да, Леди Гага, Вева, вот между ними пусть будет EVD Games нормально. Да, 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 а мы вообще планируем, когда у нас появится хоть сколько-нибудь пару сотен подписчиков, начать делать подкаст про это, тоже про игрульки, рассмотрим сначала, как мы придумали вот эти там логотипы и так далее, почему такую цветовую гамму использовали, какие там паттерны, а потом будем новости какие-то обсуждать, может быть, посмотрим, как пойдет, если не пойдет, то не будем, то есть мы такие достаточно динамические, динамичные, я бы сказал. Ну вот, несмотря на то, что в героев играю в основном я, потому что мы с Никитой еще не живем вместе, вот, но в GTA будем играть вместе, вдвоем, там должно уже быть прям существенно интереснее, то есть это такой командный летсплей, будем сидеть на диване с геймпадами и как-то двигаться, по Александру Андреасу. В общем, подписывайтесь, кто заинтересовался. Да, спасибо, мы вам будем очень благодарны, пишите комментарии, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на нас в Инстаграме, в Твиттере, в Фейсбуке, в ВКонтакте, слушайте в iTunes, если вам удобно слушать в iTunes, там тоже пусть статистика как-то поднимается. Да, там надо, ставьте звездочки, потому что нас что-то там опустили, не в криминальном смысле, но там мы где-то уже в низах, надо нас поднимать. как целину. Да, и осваивать. Да, ну вот так, что вот 40 километров ограничения, для тех, кто в аудио слушает, я про обойку, которую он на рабочем столе, поэтому да, всем удачного дня, пока. Пока. Ты просто, какие у нас главные темы-то будут? Возможно, даже годовщину слэк, ну нет, ладно, после WordPress-а подмажем чуть-чуть, чтобы как-то это жить можно было. А скажем WordPress, да? Да. Ладно. Можно уже просто не говорить, и так все понимают. В смысле скажем WordPress? Ну, в главных темах. Нет, не надо, зачем? Этой обойки еще не было же? Нет, я ее вчера поменял.